Настало время удивительных историй. Чем глубже погружаешься в исторические события с участием московитов, тем больше диву даешься, насколько подлейшую политику вела Московия испокон веков. Например, напасть на ослабленное государство и отнять у него территории – это вообще излюбленная тактика московских правителей. В данном контексте история с аннексией украинского Крыма в 2014-м вообще ничуть не удивительно – воспользоваться временным бессилием государства, ослабленного революцией. Именно так поступила Московия с Китаем в XIX веке. Империя Цин была истощена опиумными войнами и восстанием тайпинов, а московиты решили подло поживиться территориями, угрожая войной еще и со своей стороны. В 1860 году у Китая была аннексирована земля площадью 600 тысяч квадратных километров. Это приблизительно столько, сколько занимает, например, Украина. Интересно, правда? Если кто-то думает, что это все дела давно минувших дней и с Китаем у России сегодня все в абсолютном порядке, спешу сообщить, что в КНР крепнет убеждение, что значительная часть территории российского Дальнего Востока, включая, например, Владивосток, это отторгнутая от Китая территория, которую необходимо обязательно вернуть. А для того, чтобы в России об этом знали пока поменьше, власти КНР предпринимают ряд мер. Ну, например, запрещают российским туристам посещать музей истории китайско-российских отношений, расположенный в городе Айгун, где был подписан договор об аннексии китайских территорий Российской империи. Граждане других стран беспрепятственно посещают музей и знакомятся с официальной позицией КНР о подлости и коварстве северного соседа, а вот русских пока ограждают от этой информации. Китай просто ждет подходящего момента, который обязательно наступит, даже не сомневайтесь. Относительно недавно, в 2005 году, китайцы уже добились возврата части собственных территорий, украденных русскими. Да-да-да, это не шутка. Владимир Владимирович Путин собственной персоной вернул Китаю в лице тогдашнего председателя КНР Худзинтау пока небольшой участок, всего лишь в 350 квадратных километров. Но то ли еще будет? Не правда ли занимательно? На Западе прекрасно знают историю взаимоотношений и реальную цену так называемой дружбе Китая и России. Но об этом ни сном ни духом граждане самой Российской Федерации. Им в уши льют сладкий мед о стратегическом партнерстве с китайцами, хотя между странами до сих пор даже нет подобного договора. К слову сказать, Китай не поддержал аннексию Крыма по вполне понятным причинам. У китайцев есть свои вопросы к России относительно собственных территорий. Несмотря на то, что Пекин иногда голосует в ООН в угоду Москве, китайцы в целом по-тихому соблюдают нормы международного права в части антироссийских санкций. Не так давно бывший посол США в России Майкл Макфол написал в Твиттере «Крым – это Украина». Естественно, в комментарии набежали Крым-нашисты. Один из них, пользователь с ником «Не болтай» и аватаркой вырезанной из советского агитационного плаката спросил у экс-дипломата «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?» В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года. «Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска», – написал он. Экс-дипломат показал прекрасный пример того, как нужно общаться с представителями русского мира. Это, кстати, очень неплохо умеют и китайцы. И вот вам наглядный пример. В 2020 году российское посольство в Китае на официальной страничке в популярной социальной сети Weibo опубликовало пост касательно годовщины основания Владивостока. Напомню, что Владивосток – это китайский город Хайшэньвэй, одна из территорий аннексированных Россией у империи Цин. В ответ на эту публикацию российских дипломатов китайские пользователи устроили очень показательный демарш в комментариях, наглядно показывая отношение большинства населения к российским оккупантам. Вся наша редакция хохотала до упаду от метких выражений китайских товарищей. В силу неприличности данных комментариев, обнародовать их здесь на канале не представляется возможным из соображений цензуры. Но вы легко можете увидеть подборку лучших комментаторов на нашем Патреоне. Мы подготовили для вас отдельное специальное видео. Переходите по ссылке и наслаждайтесь. Прямо сейчас вы можете видеть ссылку на Патреон в подсказке, также ее можно найти в описании и первом комментарии. Едем дальше. До прихода русских в середине 17 века территория внешней Маньчжурии находилась под управлением Цинского Китая, то есть почти весь Дальний Восток это исконно китайские земли. Социально и политически, начиная примерно с 600 года нашей эры, это была северная окраина китайско-корейско-маньчжурского мира. В 1643 году московитые первооткрыватели, так называемые царские казаки, в ходе экспедиции в Даурию перешли через Становой хребет. Это горная цепь в южной части Дальнего Востока. Результатом похода стало открытие бассейна реки Амур и его устья. В 1649 Ерофей Хабаров нашел лучший путь к Верхнему Амуру. По сути, прославленный в России землепроходец Хабаров был банальным оккупантом и бандитом. Придя в Даурию, он тут же объявил эти земли московицкими и обложил местную знать данью, а после чего быстро вернулся в Якутск, где рекомендовал направить большие силы для завоевания региона. Стоит сказать, что Хабаров всегда сильно приукрашивал свои рассказы о Даурии и Маньчжурии, посылая в Якутск ложные донесения. Уж очень ему хотелось побудить русского царя на завоевание этих земель. Осенью 1650 Ерофей Хабаров вернулся из Якутска на Амур, приведя с собой более сотни вооруженных служивых людей. От оставшихся ранее на Амуре казаков он узнал, что даурские князья категорически отказались платить дань. Выполняя наказ воеводы, любой ценой привезти местное население в государево подданство, Хабаров начал занимать даурские улусы. Князья, испугавшись прибытия отряда, предпочитали уклоняться от борьбы и без боя оставляли свои городки. Первое сражение произошло под стенами городка даурского князя Албазы. С того времени поселение известно как Албазин. Оно стало первым московицким поселением на Амуре. Заняв городок, Хабаров превратил его в свою главную резиденцию, откуда казачьи отряды ходили походами к дальним даурским улусам, захватывая пленных и скот. Известный историк Сибири Петр Славцов в историческом обозрении Сибири от 1838 года резко отрицательно характеризует Хабарова и результаты его экспедиции на Амур. Этот необыкновенный посадский, необдуманными обещаниями увлекший легкомысленного воеводу, по сие время не усчитан в уронах, в бедствиях, какие он нанес краю, всей Сибири и даже государству. Во что поставить озлобление и отчуждение миролюбивых племен по Амуру особняком живших и против воли, вынужденных прибегнуть к покровительству маньчжуров? Не сами ли мы сделали соседей врагами себе в таком числе, в каком умножили подданных Китая? Знаете, это такая яркая аналогия с сегодняшними событиями. Владимир Путин – это такой себе Ерофей Хабаров наших дней. Кто, как не сегодняшний хозяин Кремля, делает собственных соседей своими злейшими врагами? Действия Путина – вот единственная причина русофобии в Украине, Грузии, странах Балтии, да и во всем мире. Это настолько очевидно, что совершенно непонятно, как народ России до сих пор еще не вынес Владимира Владимировича из Кремля. Впрочем, вернемся к Ерофею Хабарову. Результатом его действий явилось вынужденное принятие коренным приамурским населением московского подданства. Завоевание Сибири Москвой сопровождалось массовыми казнями из-за сопротивления коренного населения казакам, которых амурские аборигены называли Лоуча, в честь демонов буддийской мифологии из-за их жестокости по отношению к амурским племенам, которые были подданными империи Великой Цин. Это длилось более 30 лет. Кульминацией многолетнего противостояния стала осада крепости Албазин в мае-июле 1685 года, в результате которой московитов выгнали с аннексированных ими территорий. Цинский император Канси использовал против русских хорошо обученных китайских морпехов, служивших под началом семьи Джен на Тайване. Командовал нападавшими маркиз Линь. Оборона крепости не была особо героической. Более ста казаков изъявили желание перейти на сторону китайцев. Так в маньчжурской армии появилась русская сотня. Казаки получали очень хорошее жалование, денежные подарки, земли в вечное пользование и дома. Первое время во главе русской сотни при дворе Цинского императора были лишь русские, что делалось, как и само создание этой части, с пропагандистской целью. Но с заключением в 1689 году между Россией и Цинской империей Нерчинского договора, политическое значение этой сотни стало падать. И впоследствии она стала регулярной частью гвардии под командованием одного из принцев маньчжурской династии. Через полтора века, в 1831 году, колония албазинцев в Пекине насчитывала 94 человека. По данным православного священника Пекина, уже в середине 18 века албазинцы, эти потомки русских казаков, считали всякое занятие недостойным их, создав свой особый тип жителей Пекина, как наследственно принадлежащих к императорской гвардии. Заносчивые в своем поведении, гордые своим привилегированным положением, не знающие, что им делать со своим свободным временем, они бродили по улицам, посещая чайные и гостиницы, рестораны и театры, и стали предаваться опиекурению. Постепенно они стали духовно и физически вырождаться, впав в долги и попав в руки ростовщиков. В 1896 году священники и просто русские, попадавшие в Китай, писали, что албазинец в нравственном отношении в лучшем случае тунеядец, живущий подачками, а в худшем пьяница и плут. Вернемся в 1685 к падению крепости Албазин. Справедливости ради стоит сказать, что настырные русские пытались вернуться и отстроить разрушенную крепость. Однако окончательно были изгнаны с китайской земли в 1689, когда был подписан Нерчинский мирный договор. Суть договора заключалась в следующем. Русские отказываются от района к северу от Амура, вплоть до Станового хребта, и оставляют район между рекой Аргунь и озером Байкал. Договор заключили сроком на 169 лет, до 28 мая 1858 года. И как только срок Нерчинского договора подошел к концу, в 1858 Россия снова взялась за старое, аннексировала земли к северу от Амура и в 1860 захватила еще большие территории, побережье вплоть до Владивостока. Как же это произошло? Со времен правления Екатерины Великой Россия стремилась стать морской державой в Тихом океане. Она добилась этого, аннексировав полуостров Камчатка и создав в 1740-м военно-морской форпост Петропавловск-Камчатский, военно-морские форпосты на Аляске и вблизи водораздела реки Амур, отправляя русских идти туда и селиться, постепенно развивая сильное военное присутствие в Амурской области. С 1850 по 1864 год Китай усиленно боролся с тайпинским восстанием. И в этот момент появляется генерал-губернатор Дальнего Востока Николай Муравьев, который располагает десятки тысяч солдат на границах Монголии и Маньчжурии, готовясь узаконить в кавычках «фактический контроль России над Амуром». Муравьев воспользовался случаем, когда стало ясно, что Китай проигрывает вторую опиумную войну с Западом и пригрозил войной на Втором фронте. Тем самым заставив китайское правительство в 1858 году подписать Айгунский договор, по которому России отошли 600 тысяч квадратных километров к северу от реки Хэйлунцзян, так китайцы называют Амур, Уссури и Сахалин. Чтобы вы поняли, какие достойные в кавычках русские люди занимались аннексией части территории Китая, стоит привести одну цитату Николая Муравьева. Вот что он заявлял про казненного декабриста Муравьева-апостола. «Я не из тех Муравьевых, которых вешали. В случае чего сам буду вешать». Вместе с генералом Ермоловым Муравьев участвовал в кровавом подавлении польского восстания 1830 года и карательных операциях на Кавказе. Цвет русской нации – убийцы и душегубы, бесчести, совести и морали. Впрочем, это нисколько не меняется столетиями, а в современное время кажется, что все обстоит еще намного хуже. В марте 1859 года в Пекин едет генерал Николай Игнатьев. Воспользовавшись поражением Китая в опиумной войне, он провел новые переговоры по российско-китайскому договору. Результатом стала русско-китайская конвенция в Пекине 14 ноября 1860 года. Теперь все китайские земли к северу от Амура и к востоку от Уссури были аннексированы Российской империей. Таким образом, с помощью нескольких тысяч солдат русские воспользовались слабостью Китая, чтобы аннексировать в общей сложности почти миллион квадратных километров китайской территории. Герои, что тут скажешь? В Китае после подъема китайского национализма и антиимпериализма в 1920-х годах этот договор был назван неравноправным. Концепция неравноправных договоров была выдвинута китайским Гаминьданом – консервативной политической партией Китайской республики в 1920-х годах. Такой договор нарушает национальный суверенитет и национальные интересы одной стороны. Немного о Владивостоке. Он стал важной военной базой Российской империи на Дальнем Востоке, но его развитие шло медленно, поскольку он находился слишком далеко от основных регионов России и Европы. В 1890 году Антон Чехов описывал Владивосток как очень бедный город. Во время Первой мировой войны порт Владивосток стал основным местом, где российская армия получала американскую помощь, продукты питания, двигатели и оружие. И его важность быстро возросла. Он превратился в один из основных торговых портов России. Любопытно, как в китайских источниках столетней давности описан город. Владивосток – крупнейший город в границах так называемого «зеленого клина», района, активно расселяющегося на Дальнем Востоке Украины. Ну, а вообще китайцы совершенно справедливо считают, что Владивосток является их исконным городом. Да, Владивосток – безусловно китайская земля. Кстати, о земле. Ни для кого не секрет, что сегодня китайские фермеры массово осваивают Дальний Восток, то есть работают на исконно своих землях. Местные говорят, уедут китайцы – все зарастет. На самом деле никто уже никуда не уедет. Открою вам секрет поля Шинеля. Дальний Восток уже вернули китайцам, у которых с 2014 года более нет никаких ограничений по проникновению на территорию России и вывозу в Поднебесную российских природных ресурсов. Дальний Восток вернули Китаю в путинском стиле. Гибридно. Фактически – да, но официально – нет. Процесс возврата прошел как-то тихо и незаметно для российской общественности. Дело в том, что 31 декабря 2014 года Путин подписал указ о создании территорий опережающего развития – ТОР, федеральный закон номер 473. Это удивительный по патриотизму президентский указ. По патриотизму, конечно же, в кавычках. Фактически на территориях ограничивается действие российского законодательства, в том числе отменяется местное самоуправление. О как! Российская власть на этих территориях отменяется. Согласно подписанному закону, эти территории на 70 лет с правом продления могут быть сданы в аренду иностранцам. Иностранным рабочим не требуется разрешение на работу. Нет ограничительных квот для завоза иностранной рабочей силы. Вводится свободная таможенная зона. Допускается даже изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества у граждан России по ходатайству управляющей компании. Замечательно, правда? Кроме того, иностранцам позволяют добывать и вывозить минералы, углеводороды, вырубать лес, ловить рыбу, отстреливать животных в любом количестве и без возмещения убытков. Все, россияне Дальнего Востока, у вас, считайте, нет. Только вот интересно, а где логика? Аннексировать Крым и в том же году отдать китайцам Дальний Восток? Дедушка, наверное, совсем... В России так сильно добивались отчуждения китайских территорий в свою пользу, что даже, наверное, уже и забыли, зачем им это было нужно. Потому что Дальний Восток, даже несмотря на китайскую экспансию, это совершенно заброшенная территория, особенно в сравнении с находящимися рядом землями Китая. Показательный пример – Благовещенск, обычный российский городок с советской архитектурой на границе с Китаем. Приехавшие сюда впервые люди, прогуливаясь вечером по набережной Амура и, видя на другом берегу реки красивые в огнях современные здания, часто спрашивают местных, показывая пальцем в ту сторону. Извините, а вы не подскажете, как попасть туда, в центр Благовещенска? Простите, ребята, но это вообще-то Китай, город Хэйхэ. Контраст с Благовещенском очевиден, правда? Весь Дальний Восток тоже мог бы стать таким, если бы оставался в родной китайской гавани. Впрочем, все равно, рано или поздно, его придется вернуть Китаю. Только уже совсем официально, а не так, как сейчас, гибридно. Надеюсь, никто в этом не сомневается. Ну а пока, дорогие русские друзья, подбирайте челюсти и наслаждайтесь Россией, как она есть. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья!